Субтитры сделал DimaTorzok Помните, там, когда мы труп вскрывали, когда мы его переворачивали, говорилось о том, что, типа, да, вот там что-то осталось и что-то там надо, короче, найти инструменты для того, чтобы, типа, вытащить какие-то там осколки, чего-то там, ну, или что-то там, короче, было. Короче, оказывается, это было не просто так сказано, и проблема в том, что какого хрена я должен до этого догадаться сам, то есть, понятное дело, что когда я услышал это предложение, по идее, я интуитивно должен подумать, что, типа, о, так, надо пойти, купить инструменты, там, типа, потом вскрыть. Можно мне написать это в задании? Пожалуйста, я, 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 вы видите, вот, как бы, я искал. Я вот, вот, у этой твари, вот этой вот, она, конечно, не виновата, но она тоже, как бы, соучастница, скажем. Есть вот такая хрень, которую теперь я возвращаюсь в краснолюдские руины, катакомбы, и теперь я пойду вытаскивать из этой тушки, ну, осколки, я уже сказал, да, немного проспойлерил, ну, короче, там осколки меча. Вот. Поэтому сейчас мы туда пойдем рыскать доказательства, я думаю, что много времени я на серию не убью на эту, поэтому, надеюсь, как-то побыстрее все это сделать. Но это прям вообще, я не знаю. Проблема в том, что, по идее, я должен догадаться до этого сам, но, поскольку, то есть, да, Геральт там что-то сказал, но при этом, вот, я не вижу этого в задании, и... Чтобы как-то я сам это понял, мне кажется, надо, блин, быть каким-то конченным просто человеком. К тому же, я никогда не знал и даже не подумал, что в этой игре у обычного продавца можно купить хирургические инструменты. Причем, знаете вообще, что это за продавец, вот этот, у которого я ее купил? Это парикмахерша вообще. Это парикмахерша, я купил у нее просто хирургические инструменты. Охренительно, да? Вот, ну, короче, как бы тупо это ни было, все-таки я сейчас... Возвращаюсь опять в катакомбы, потому что бегал я. Я, наверное, это вырезал в предыдущей серии, но я там бегал. Опять ничего там не нашел. И сейчас уже буду по-нормальному все это делать. Ну, это тупо, по-моему, это тупо. Время на это убил, конечно, так знатно. Интересное задание, одно из немногих таких дополнительных, но... Да жесть и просто идиотская тем, что вот реально я должен сам как-то понять, что все-таки мне надо взять и достать эти, твою мать, куски меча. Это, конечно, немного не додумались. Иди, проджик, ну, ладно. Надеюсь, что такого больше не будет. А то реально что-то обидно как-то. Призраков здесь уже нет, я уже всех убил, поэтому... Так, давай. Да-да-да. Давай, короче, перевернем... перевернуть тело. Ну, Геральт, там надо это что? Это надо корпус, да? И надо перевернуть руку. Следы ногтей. А, не-не-не-не, это было не здесь, господи. Это руки были. Он все еще сжимает в ладони несколько длинных волосков. А, только немного не там. Если сейчас вот эта заноза будет являться доказательством. Я не знаю, ладно. А, ну, кстати... Ну, блин, слушайте, это тоже нихера не доказательство, если так подумать. Куда я иду? Это нихера не доказательство. То есть, вот, если подумать, да? Кто скажет, точнее, кто докажет, что это обязательно Элиас? Ага, короче, я не знаю. В плане... Я не знаю, в плане детективного вот этого содержания тут что-то очень тупо как-то. Потому что никаким образом нельзя доказать, что это меч Элиаса. Даже если найти, допустим, что там на его мече нет какого-то осколка, там, вот этой занозы, да, скажем. Это все равно не является доказательством, потому что, во-первых, он его уже мог заточить. Да, во-вторых, он же лучший боец, получается, он постоянно сражается. А это значит, что... А, ну, хотя он будет идеально подходить. Ну, я не знаю, но просто он уже мог давно избавиться от этого, блин, недоумения с его клинком. Он мог его продать, купить новый. Он мог, блин, не знаю, отшлифовать его. Да что угодно он мог сделать. Если он до сих пор этого не сделал, он идиот. Ну, реально. Но это вот единственное доказательство, которое вот... Этого не хватит. Учитывая то, что Йориот решил даже не разбираться в этом деле, я думаю, что ему этого хватит. Потому что он немного в этом плане такой... Он вроде, блин, разумный эльф. Ну, что-то как-то он не это... Не блещет разумом. Он просто даже не спросил у меня, почему. Я говорил уже об этом, может быть, я это вырезал. Он не сказал, почему там... Не спросил, почему я там подозреваю или асап, там, почему я его обвиняю, в каком деле, почему, что, как... Он не хотел, а просто доказательства есть. Если я сейчас... Есть, короче, осколку. Все, убить его там, повесить, я не знаю. Привет тебе. Войска Эдель Иас убивает людей из Вергена. Элиас один из лучших моих бойцов. У тебя есть доказательства? В теле жертвы остался вот этот обломок лезвия. Сравни его с оружием Элиаса. Я проверю. Элиас, должно быть, прознал, что его раскрыли. Он бежал из города. Ну, дело закрыто. Да? Твою мать, стоп, нет! Он бежал из города. Я сейчас, короче, знаю, куда я приду. Надо только успеть. Надо просто... Он мог пойти к Суккубу. Твою мать. Проблемки. Проблемки. Добежать бы сейчас еще успеть. Он мог совершенно спокойно сейчас прийти просто туда. Там убить, зарезать, что угодно сделать. Ну, хотя она... Крутая, по идее, должна быть. Я не дам затравить себя, как дикого зверя. Защищайся! Привет. Я посмотрю на это, как ты не дашь себя затравить, как дикого зверя. Ты смотри, какой. Ты смотри, какой. Что-то умеет. Скотина, ну давай. Да, может, хорошо. Тихо! О, ну, короче, пока. Да пока. Обожаю Игни просто из-за этого. Ну-ка, есть у тебя что-то интересное? Что, ничего? Да ладно. Ну, она мне должна... Деньги, короче. Я ее еще-то и спас. Да он тупый был. Не, давай деньги. Деньги. Спасибо, я воздержусь. Просто дай мне мою награду. Какая жалость. Что же, будь по-твоему. В сундуке рядом с кроватью я оставила для тебя маленький сувенир. Чтобы ты не... А сама стала невидимой, да? Прощай, ведьмак. А, окей. Где? Вот здесь, да? Не. Вот этот сундук. Так, сейчас приду. Надо подняться наверх. На солнце выйти. Какая-то броня. Там есть. Так, поехали. Денег она мне не дала, похер. Есть доспехи. 15 брони. Значит, магический урон 2%. Меньше, чем у меня. Горению 23% меньше. Как выглядит хотя бы. О, и слушайте. Что-то я подумал. Мне как-то все нравилось. Не, по сравнению, конечно, с кейраном. Ну, блин. Ну, я даже по статам. Ну, я продам. Хотя 45 аренов. Ладно. Кожные накладки. Было бы куда клеить. Грач, она мне дала урон от меча. Нахер он мне нужен. Блокнот люки. Химия, компоненты. Что-то там еще было. Во. А, ну, это мусор. Мусор так мусор. Пойду выкину. Не, пойду продам. Что я? Тупой, что ли? Так, ну хорошо. С этим, значит, разобрались. Это очень долго я потратил на это времени. Очень долго. Хорошо. Возвращение памяти. Так, это основное. Значит, у нас есть вон столько всего. Значит, вопрос жизни и смерти. Роза памяти. Это у нас основное задание, которое делится на вот эти. Филиппа, это дело призраков. Значит, к Стеннису сейчас пойдем. А, кстати, знамя Бурой Харуги вот мне нужен был. Короче, насчет меча. Насчет меча я буду говорить с Филиппой. Так, хорошо. Тогда сейчас по-быстрому. Я надеюсь, что мне не придется прям для этого как-то особо стараться. Я пойду у Стенниса возьму Королевской Крови. Один из ингредиентов для лекарства. Для Саски. Я надеюсь, что она даст ее добровольно. Но мне тревожит то, что это задание является, как бы, таким большим. Поэтому я думаю, что сейчас я просто к нему подойду. Он такой, типа, да, ну ладно, и все. Потому что я, как бы, больше ничего от него не требую. Еще один путешественник. А ты че-то... А откуда? П-п-п-пордаешь. Хмм. Истемерие. Я только хотела сказать. И что привело тебя в Верген? Подожди, я сама скажу. По делам. Я так и думала. А по профессии ты? Ведьмак. Ну и ну. Не часто к нам забредают ведьмаки. А что это вообще за ремесло? Мы решаем проблемы. Ух ты. У меня когда проблемы с моим парнем? Ты нашла его внутренности намотанными на забор, а голова лежала отдельно от тела? Ведьмаки решают только такие проблемы. Разговор топовый просто. Просто реально, разговор топовый. Че она у меня взять может? Нужны ей доспехи эти? Ой, а там это... Это вообще, ну как так-то? Пожалел бы ее что ли там? Пипец просто. Так, ладно, короче, все, что я хотел продать. Теперь пошли к стенису. Почему? Приходит его время. Ну вот забавно было, я не знаю, прям... Как-то... У меня проблемы с парнем. Ну, тут только такие проблемы. Ну да. Так, а стенис у нас там, где людские кварталы. Типа там среди вот этой вот, где комната совета, да? Где-то там рядом, наверное. Опа. Так, стенис вот, да? Ну блин, он должен просто взять и отдать мне кровь. Что вынуждает тебя отвлекать принца Эдирна? У меня есть несколько вопросов. Твоя сестра. Почему ты считаешь, что я стану на них отвечать, а не затравлю тебя собаками? Потому что мне кажется, что у твоего высочества и без того хватает врагов. И здесь, и за границей, и в Венгерберге. Вопросы престола наследия не обсуждают с бродячими убийцами чудовищ. Я тебя спас, алло. Ты удивишься, принц, но мне приходится иметь дело с политикой чаще, чем хотелось бы. Славный Геральт из Ривии. Тот, кого принимала за своим столом Каланте. Любимец Фольтеста. Говорят, у тебя были какие-то дела даже с императором Нильфгарда. Думаешь, это произведет на меня впечатление? Каланте мертва. Мэва бронится всякий раз, как слышат твое имя. Фольтеста убили у тебя на глазах. А император? Как я слышал, для него ты ничто. Хочешь сделать из этого какой-то вывод? Конечно. Порой королю нужны наемные разбойники, которые сделают за него грязную работу. Если такой разбойник достаточно наивен, то король не открывает шкатулку с драгоценностями. Вместо этого он ласково говорит с ним и уверяет в дружбе. А когда разбойник делает свое дело и уходит, раздувшись как павлин, король смеется над ним в кулак. Признаться, я и не думал, что ты настолько жалок. Убирайся! Алло! Убирайся! Я думаю, тут дело во времени, но... Ладно, я просто расскажу ему про кровь. Хорошо, я не буду ждать. Я просто сейчас подожду какое-то время, наверное. Не знаю, давай, типа... До рассвета. Вот, допустим, до рассвета отдохнуть все равно надо. Просто вопрос возникает. Тебе вообще... Я пришел, ты не просто так сюда ругаться. Конченая, твою мать, ты мразь. Где его спас вообще-то? Алло! Убирайся! Я загружусь. Мне просто интересен один момент. Открывает что-то. Чё она зависла? Просто возникает вопрос. Эм... Да. Но это все равно как... Эм... Ну давай сюда, то есть... Эм... Мне сейчас надо будет еще, да, с укубом, получается, поговорить. Блин, и продать вещи. А-а-а. Я просто что-то понимаю. Я, короче, не буду с ним разговаривать про дела вот эти политические, потому что он какой-то тупой. А, ну вот, окей, все. А, я забрал вещи? Вот. Эм... Короче... Получается, что эта скотина сейчас просто вот мне... Вот, допустим, вот просто сейчас реально проверка. Я сейчас прихожу к нему. Говорю ему про то, что мне нужна его кровь, чтобы спасти его сестру. Все-таки. Может быть, так он отреагирует более-менее адекватно? А что это за убирайся? А, по идее, смотрите, то есть... Я, короче, разговариваю... Я, получается, иду с ним разговаривать. Допустим, вот я во время этого диалога там вот эту фразу выбрал, да? И потом он со мной не разговаривает. А как я должен задание выполнить? Вот это просто меня поражает вообще везде. Так, ну давай, тебе все-таки продам. Тебе все-таки продавал. Я как бы не думаю, что есть смысл показывать то, что уже было сказано. Так, и собирай, значит. Это, 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 это все. Так, ну теперь идем еще раз. Меня все-таки интересует это. А прикиньте, он сейчас не даст эту кровь. Я, 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 я охерею. Сейчас узнаем. Мне интересно. Просто приду по делу, поговорю и все, и уйду. Если он отда... Если не отдаст, прирежу его на месте, заберу эту кровь, не знаю. Так, мразь твою мать, дед, и вот ты. Давай, просто. Мне нужна королевская кровь. Ты же знаешь, что я еще не был коронован. В твоих венах течет кровь твоих предков. Разумеется. Но это не значит, что я буду проливать ее для какого-то бродяги. Ты ведьмак или вампир? Мне нужна кровь, чтобы спасти Саскию. Она нужна мне, чтобы жить. Как ты смеешь приходить ко мне с такими дерзкими предложениями? Ладно, пусть подыхает, короче, твоя проблема. Пусть, да, подыхает. Там просто есть Филиппа, который ей помогает. Ладно, ладно. Так, у меня закончилось, по-моему. А, ну у меня единственный, короче, ингредиент есть. Это бессмертник. Королевскую кровь, ладно, я достану. Источник силы. Источник силы. Источник силы. Сейчас ничего нет у меня в источнике силы. Но я думаю, что источник силы это будет последняя часть. Хорошо, тогда пошли искать Трис. Ну, короче, я буду искать Трис, да. Мне нужна роза памяти. Так что наш путь лежит к дому Филиппы. Она, я думаю, будет адекватно хотя бы разговаривать. Не как с Теннис. Я еще думал, он нормальный, а он такой мразью оказался. Прямо уж противно. Правильно идут? Да, правильно. И надо будет еще про меч. Вот эти вот там артефакты. Я слушаю, ведьмак. Что это за девушка? Цинтия. Чародейка на поводке. Отличное определение. Значит, вы и ошейники используете? Поводок — это связь между чародеем и его помощником. Да, название немного странное, зато довольно точное. Цинтия пользуется моей силой, моими заклинаниями. Она передает мне энергию, а заодно учится. Довольно удобно. В этом нет ничего унизительного, кроме названия. Но ведь ты пришел сюда не для того, чтобы поговорить о Цинтии. о, так. Да, мать, с самого низа. Чародейка вроде тебя наверняка многое знает о Дикой Охоте. Магическое знание не имеет ничего общего с крестьянскими предрассудками. Дикая Охота не предрассудок. Да, действительно существует такое явление. Я хочу знать о нем все. Я никогда этим не занималась. Охота интересует меня не больше, чем природа воздушных смерчей или ледяного дождя. У меня есть доказательства того, что Дикая Охота это мощный источник силы. Такие вещи обычно интересуют чародеев. Для простого смертного все, что непонятно, тут же становится подозрительным. За всем он видит заговор. А если есть заговор, известно, что его устроили чародеи. Я не простой смертный. Я нашел записки человека, который посвятил этому всю свою жизнь. Моя ученица Цинтия интересуется паранормальными явлениями. Поговори с ней. Ты слышала о какой-то ведьмачьей школе змеи? Нет. А почему ты спрашиваешь? Убийца короля носил медальон со змеей. Хм, мальчишество и дур на вкусе. Наверняка он человек небольшого ума. Правду говорят, будто Саския убила дракона. Принц Теннис наградил ее за это орденом. Значит, похоже на правду. Если ты хочешь знать подробности, поговори с Биггерхорном. Он видел все своими глазами. Как случилось, что придворная чародейка короля Родовида Реданского поддерживает мятеж в Айдирне. Это уже не мятеж, ведьмак. Принц Теннис сам приехал в войско. А значит, Саския имеет полное право говорить от имени Айдирна. Саския сражается не за Айдирн. Ее интересует только Долина Понтера. Даже принц Теннис считает вас мятежниками. Он не выступил против вас только потому, что вот-вот начнется война с Каидвеном. Зачем ты здесь, чародейка из Тритогора? Это мой долг. Если Хенсельт займет Долину Понтера, ответ Редания и Тимерии будет незамедлительным и очень жестким. От былого единства Севера ничего не останется. Этого можно не допустить, если Саския повезет и она завоюет независимость. Даже если она отбросит Хенсельта, без признания Редания и Тимерии независимости не будет. После смерти Фольтеста Тимерцам не до экспансии, а король Редании непредсказуем. Но даже ему придется признать победу. И я здесь для того, чтобы вырвать эту победу. Я нашел Бессмертник. Прекрасно. Ты хотел поговорить? Ты сказала, что для лечения Саския нужен магический предмет. Есть идеи, где его искать? Как ты знаешь, такие вещи на дороге не валяются. На счастье, у этого места богатое прошлое. Битва призраков, казнь Сабрины Глевисик, заброшенная шахта. Я надеялся, ты мне скажешь что-то более определенное. Я же не прошу тебя ходить с волшебным прутиком и разыскивать зарытые сокровища. Прояви немного инициативы. Проще всего сперва поговорить с местными. Староста Бурдон знает здесь каждый камень. Может начать с него? Ты хотел поговорить? На совете ты сказала, чтобы снять заклятие нужные артефакты. Да, я не могу их сейчас искать. Я сам этим займусь. Почему? Есть причины. Объясни мне только пару вещей. Что здесь случилось три года назад? Хенсельд вторгся в Эдирн. Да только зубы обломал. Победителей не было. Конфликт Сабрины Глевисик с главнокомандующим сил Кэдвена привел к разгрому обеих армий. Огненные шары превратили поле битвы в пылающий могильник. Хенсельд обвинил Сабрину в применении запрещенного оружия. И Сабрина прокляла Хенсельда? Можно и так сказать. Подозреваю, что проклятие вышло из-под ее контроля ввиду обстоятельств. Обстоятельств? Звезды не так стали. Луна зашла за тучку. Всегда найдется отговорка для халтуры. Она наложила проклятие, когда ее собирались сжечь на костре. ее руки и ноги были прибиты к колесу от телеги. Но у нее и так неплохо получилось. Ты заметила, что не все духи были агрессивны? Да. Большинство исчезает после контакта с аурой живого человека. Я думаю, сила проклятия постепенно завладевает душами павших и превращает их в драугиров. Это специальное ведьмачье название призраков? Демонов. драугиры демоны войны. Они возникают на местах особенно кровавых сражений. Это концентрированная жажда убийства и ненависти. Их можно уничтожить обычными средствами. Для драугиров достаточно серебряного меча. Но покуда действуют проклятия, будут появляться все новые. Души солдат это ключ, зацепка. Если бы удалось изменить ход битвы... для этого и нужны символы войны, которые принадлежали павшим в битве. Ненависть, смерть, отвага и вера. Все предметы должны быть магически активны и связаны с павшими в битве. Иначе их души не притянешь. Хорошо. Попробую их найти. Найди хотя бы два символы ненависти и смерти. С остальными я разберусь. Я предпочел бы отвагу и веру. Не будь занудой. Я посмотрю, что смогу сделать. Кажется, Сесиль знает все обо всех в окрестностях Вергена. Ты разбираешься в проклятиях крови? А ты? Мы имеем дело с проклятием крови четвертой степени, называемым также проклятием архимагистры. Продолжай, продолжай. Ты меня удивляешь. Проблема в том, что до сих пор я думал, что это сказка, что такое проклятие наложить невозможно. Это не так. Существует шесть подтвержденных случаев наложения этого проклятия. А есть подтвержденные случаи, когда его снимали? Всего один. Это сделала группа магов под руководством архимагистра Францески Финдобаир. Собственно, отсюда второе название проклятия. В состав этой группы среди прочих входила Сабрина Глевисик. Как тесен мир. Это еще не все. Проклятие, с которым боролись Францеска и Сабрина, должно было оборвать жизнь представителей династии Тесенидов, влады Ковера. Его наложил родолек Пурпурный. Абсолютно безумный, но очень способный маг. Там тоже были и затмения, и призраки. Я понял. Сабрина просто использовала заклятие этого родолега. Вот именно. Опыт Францески и остальных нам хоть что-нибудь дает? Благодаря им я знаю о символах и о том, как именно действует проклятие. Может, и мне расскажешь? В конце концов, это мне придется рисковать головой. Ты должен будешь пережить битву, а в определенный момент изменить ее ход. Не знаю точно, что тогда случится. Никто не знает. Ясно. Пойду искать артефакты. Хорошо, я все понял. Я дам знать, как что-то найду. Ты хотел поговорить? Я ищу Трис. Лето заставил ее телепортироваться в окрестности Вергена. Лето? Убийца Фольтеста и, возможно, Димовенда. Ты поможешь мне его найти? Разумеется. Мы, чародейки, должны держаться вместе. У нас слишком много врагов. Трис связывалась с тобой из Флодзема по мегаскопу Шиалы Детонсервиль. И с тех пор я о ней ничего не слышала. Ты можешь засечь ее с помощью мегаскопа? Мегаскоп реагирует на ауру человека. Будь у меня что-то из ее вещей, я могла бы ее поискать. Вы были с ней близки. Может, у тебя есть ее вещи? У меня нет ничего такого. Один местный забулдыга рассказывал, что встречал рыжую женщину, которая появилась так внезапно, словно упала с неба. Вдруг это наведет тебя на след? Пьяный что только не рассказывают. Один вот уверял, что его собака пишет стихи. Может, это пьяные бредни. Но я не исключаю, что нестабильный телепорт выбросил Трис рядом с городом. Если никаких следов больше нет, я поговорю с пьянчугой. Ты знаешь его? Я не вожу знакомств с забулдыгами, но не сомневаюсь, что ты найдешь его в трактире. Спасибо. Возвращайся, если узнаешь что-то новое. Окей, с краснолюдом. Так, давайте поговорим с ним, потом тогда, наверное, закончим. У меня много чего появилось в магических местах. Значит, ну, кстати, не так много, потому что некоторые задания, они являются типа объединяющими. Так что нормально. Но я хочу вообще найти трис, поэтому, наверное, пока что я в это задание ударюсь. Потому что надо найти трис. Без трис будет сложновато. Там, может быть, кстати говоря, если я найду трис, может быть, я тогда и лето найду. к тому же мне в любом случае нужна роза памяти, чтобы излечить Саскию, поэтому тут как бы ты твою мать это. говорят, ты тут чудеса видал? Вот как тебя сейчас вижу. Смотрю я как-то раз на небо, ее... А нет, за такую историю ты мне выпивку должен. Да заткнешься ты, наконец. Мы эту байду наизусть знаем. Я клиент. Буду говорить, что хочу. Налей мне двойного Махакамского, досмотри, чтобы без гмана благородный путешественник заплатит. Сколько там, до 15 забирайте? Если история мне наскучит, я тебе это Махакамское в гузна залью. Так, мировая выпивка, жаль, только гузна вкуса не различает, но ты не пожалеешь, точно тебе говорю. Рассказывай. На той неделе прохожу я по ущелью. Люблю я, знаешь, иногда пройтись. Короче, ну, вот, значит, иду я себе вдруг как. Жахнет. Я думаю, гроза идет, но на небе не тучки. Хм, это ты жопая землю треснулся. Вот у тебя в глазах и сверкнуло. До чего нажрался? Гляжу, а в ущелье люди лежат. Совсем как с неба свалились мужик и баба. Баба красивая была. Я даже пожалел, что она на меня не грохнулась. Как выглядела женщина? Рыжая. Волосы собранные в курточке. Сапоги высокие, чищки ядреные. Попка круглая, только хватаю. Один в один твоя старуха. Тоткнись. Что было дальше? Ну, так вот. Баба побилась-побилась, а встать не смогла. А этому она, видно, не нравилась, потому как он ей даже не помог. Встал над ней, сказал там что-то. Страшенный был такой, а потом пошел, как ни в чем не бывало. Ха, сиськи-то он у нее разглядел, а вот чтобы помочь, это не-ни. Я хотел почти подошел к ней, как вдруг из ущелья вылазит тролль, страшный, как говно после ягод. Он напал на нее? Где там? Я спрятался и все видел. Сперва он ее обнюхал. Я-то думал сожрет, а он нет. Взвалил ее на плечо, как мешок, и потопал в ущелье. Это все? Да. Сам видишь, денег зря не потратил. Ну не потратил. Ну ладно. Ну в любом случае 3 мы с вами будем искать в следующей серии. Ну а если вам понравилось это видео, поставьте лайк, рекомендуйте, подпишитесь, увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых удачи! 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 мед с теплым тур л л Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok